Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Вопросы продвижения областных интересов на федеральном уровне обсудили в Самаре. В области сформируют предложения по развитию промышленной политики России. Обходят домовладения, составляют паспорта готовности. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Решить коммунальные вопросы на месте. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями домов в Куйбышевском районе. Дом окнами в поле. Свой юбилейный 30-й сезон Самарский художественный театр открыл премьеры по пьесе Александра Вампилова. В Самарской области прошли соревнования по спортивной ловле рыбы, чей улов оказался самым богатым. Вопросы развития промышленности региона и продвижения областных интересов на федеральном уровне обсудили в Самаре. В области сформируют предложения по развитию промышленной политики России. Такие возможности получил Вячеслав Федорищев после назначения на пост председателя Совета по направлению промышленность при президенте Российской Федерации. Как отметил депутат Губернской думы Виктор Кузнецов, то, что руководитель Самарской области вошел в проектные комиссии по формированию новых нацпроектов, средства производства и автоматизации, и новые материалы и химии, а также принял приглашение вступить в состав новой комиссии Госсовета по направлению технологическое лидерство, напрямую влияет на обрежающее экономическое развитие региона. Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На нем обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования. В регионе расположено 2269 образовательных организаций. Еще поговорили о создании дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и мест массового пребывания людей. Также на совещании почетным знаком губернатора Самарской области за служение людям наградили Игоря Иванова, начальника регионального главного управления МВД России. Процесс подготовки Самары к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании штаба в администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. На встрече присутствовали представители городских департаментов и региональных министерств, государственные жилищные инспекции, Ростехнадзора, главы районов, специалисты ресурсоснабжающих предприятий. Обсудили весь перечень работ, которые сегодня проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Подробнее Андрей Горгуленко. В текущем году в Самаре обновляют 28 километров тепловых сетей. Это 24 объекта в разных частях города. На сегодняшний день большинство задач находятся на стадии завершения. На участках заканчивают земляные работы и приступают к восстановлению благоустройства. Особое внимание во время этого процесса уделяют объектам социальной инфраструктуры – школам, детским садам, медицинским и другим учреждениям. Все объекты на образование точно до 1 сентября надо завершать, чтобы люди не смытывали неудобства. Прямо 100%. Принято, наверное. Текущую ситуацию обсудили на заседании городского штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она также отметила, что все перекладки в обязательном порядке должны заканчиваться полным восстановлением благоустройства. Я вас очень прошу, вы своих подрядчиков тоже контролируете, насколько они добросовестно выполняют благоустройство. Часть актуальной работы по подготовке города к отопительному сезону – это проверка коммуникаций в самих зданиях. Необходимо подготовить 564 муниципальных объекта социальной сферы. На сегодняшний день их готовность составляет больше 94%. А также нужно проверить более 10 тысяч многоквартирных домов. Так, например, промышленный район одним из первых завершает подготовку жилого фонда к сезону холодов. Из 1550 МКД подготовлено 1548, что составляет 99,9%. Для удобства разработаны специальные чек-листы проверок, которые напоминают о порядке проводимых процедур в рамках подготовки к отопительному сезону. Если управляющие компании будут проводить проверки с нарушениями, либо сообщать недостоверные данные, то их будут штрафовать. Основным вкладышем является акт промывки и опрессовки к чередному отопительному сезону внутридомовой системы центрального отопления. Отсутствие подобного рода действий приводит к высокому штрафу, большому – это порядка 250-300 тысяч рублей. И в последующем, если управляющая компания или ТСЖ не устранит это нарушение, дом, возможно, будет исключить из реестра лицензии. По состоянию на сегодняшний день подготовлены 9970 объектов жилищного фонда, что составляет практически 99%. Осталось завершить работы в 116 многоквартирных домах. Параллельно с этим управляющие компании будут продолжать вносить актуальную информацию в электронную систему ГИС ЖКХ. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Решить вопросы на месте. Глава Самары встретилась с жителями домов в Куйбышевском районе, которые ранее составляли обращение в приемную руководителя региона Вячеслава Федорищева. Жильцы домов, признанных аварийными, попросили содействия в решении коммунальных вопросов. Что будет выполнено, расскажем в следующем сюжете. Дома номер 15 и 15А по улице Молдавской были признаны аварийными в конце 2020 года. Строением идет уже седьмой десяток. Накопилось множество коммунальных проблем. Для помощи в их решении жители обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву. Горожане просят решить вопрос с кровлей, которая протекает, а также с соседними деревьями, которые нависают над крышей. Внизу уже практически соседи не живут, потому что страшно. Он очень скрипит. Чтобы встретиться с жителями и обсудить ход решения проблем, на место приехала глава Самары Елена Лапушкина. Вместе со старшей по дому они зашли в подъезды и квартиры, осмотрели прилегающую территорию. После обсуждения всех вопросов Елена Лапушкина поручила представителю управляющей компании, которая ответственна за обслуживание дома на Молдавской 15, заняться ремонтом крыши. На конца месяца управляющая компания тогда по кровле устранить протечки. Глава района рассказал, что до конца следующей недели будут предусмотрены и работы по санитарной опиловке деревьев, которые сейчас несут угрозу состоянию кровли. А обновление тротуара и дороги, которые ведут к школе, выполнят в следующем году. Также жителям предложили на время воспользоваться маневренным фондом, пока жильцам не предоставят квартиры взамен аварийного жилья. Мы их отремонтировали, они теплые. Другим скажите, что есть вот такой вариант, он бесплатный. Напомним, в настоящее время действует программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, только в 2023 году новые квартиры получили 1115 семей. В начале этого года президент России Владимир Путин поручил разработать программу, которая рассчитана на дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022. Планируется, что проект будет разработан до конца текущего года. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Долг платежом красен. Представители самарского филиала «Энергосбыт плюс» и службы судебных приставов провели совместный рейд по должникам за тепло. Чтобы клиент погасил накупленную задолженность, на его автомобиль наложили арест. Насколько эффективна эта мера, узнала наша съемочная группа. Специалисты «Энергосбыт плюс» совместно с представителем службы судебных приставов промышленного района Самары провели совместный рейд. Они проходят регулярно в рамках акции «Внимание, должник». Цель такого мероприятия – призвать неплательщиков погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией. Мы сообщаем должнику о его задолженности на регулярной основе. Потом направляем либо службу судебных приставов, либо Сбербанк. И там уже идут как раз исполнительские действия. То есть возбуждается исполнительное производство, должнику направляется постановление о возбуждении исполнительного производства. На машину должника, который задолжал свыше 247 тысяч рублей за отопление и горячую воду, был наложен арест. Мера оказалась действенной. Должник обещал выплатить сумму в течение пяти дней. В противном случае автомобиль будет конфискован. В случае, если он самостоятельно не сможет оплатить, данное транспортное средство будет реализовано в соответствии с действующим законодательством через торги. Энергетики призывают своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия. Полина Чулякова, Константин Головин. События. О ходе агитационной кампании на выборах губернатора Самарской области говорили на округлом столе, инициированном общественным штабом по независимому наблюдению за выборами. В нем приняли участие юристы, политтехнологи, представители политических партий и общественники. Как эксперты оценивают ход предвыборной гонки и в чем особенности агитационного периода 2024 года, выяснила Галина Топилина. Самарская область продолжает готовиться к выборам. 6-7-8 сентября жителям региона предстоит определить, кто займет пост губернатора. В отдельных муниципалитетах выберут депутатов в представительные органы власти. О ходе избирательной кампании говорили на заседании круглого стола. В нем приняли участие юристы, политтехнологи, представители политических партий и общественности. Встречу организовал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. По оценкам экспертов, избирательная кампания этого года проходит спокойно. В ходе нынешней выборной кампании пока не зафиксировано сколько-нибудь серьезных нарушений. И мы очень надеемся, что вот этот позитивный тренд сохранится до конца кампании, и мы сможем ее завершить и подвести итоги вот именно в такой вот спокойной и обстановке без конфликтов и нарушений. Во многом, на мой взгляд, это отражает вот ту сплоченность народа, которая возросла в связи с специальной военной операцией и особенно в связи с последними событиями в Курской области. Безусловно, это отражается и на нашей кампании. 10 августа стартовал период агитации. Кандидаты на выборные должности в установленном порядке доводят свою позицию до избирателей. Проводят встречи, отвечают на вопросы, выступают на дебатах, публикуют тезисы на страницах печатных изданий. Каждый кандидат избирательного объединения, выдвинущая кандидата, самостоятельно определяет содержание, формы, методы своей предвыборной агитации. Они могут проводить самостоятельно агитацию, либо привлекать иных лиц к проведению предвыборной агитации в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. Мониторинг агитационных мероприятий и материалов на предмет их соответствия закону осуществляет избирательная комиссия области и представители общественности. Мы не выдумываем сами правила, мы не контролируем их, исходя из своих субъективных оценок. Нравится, не нравится в этой ситуации не позиция наблюдателя. Наша позиция законна или незаконна. Влияет на выбор избирателя или не влияет. Способна ли она исказить реальную картину, которая должна сформировать предвыборная кампания. Для нас это главное. Понятно, что самарцы, которые в последнее время часто сталкиваются с избирательностью власти, то они, конечно, бдят. Тем более, что у нас регион сам по себе сложный. Мы знаем, что в нескольких регионах идут выборы сейчас, да, у губернаторов. И я думаю, что в данном случае в нашем регионе приходится труднее всего. Потому что люди у нас очень внимательны и очень политизированы. Поэтому, я думаю, осторожно себя ведут и другие партии. Агитационный период завершится в 0 часов 6 сентября. В этот день с 8 утра стартует работа избирательных участков. Следить за законностью во время голосования на выборах будут независимые общественные наблюдатели. Пул наблюдателей и их обучение организован общественным штабом по независимому общественному наблюдению за выборами. Напомним, в его состав вошли представители общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Безопасность детей превыше всего. В самарском лагере «Арго» в рамках всероссийской акции «Безопасное детство» ребятам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Подробности в сюжете Полины Челяковой. Освежить знания правил дорожного движения и стать более внимательным пешеходом. В лагерь «Арго» Дарья Галыгина приехала впервые. Попала на тематическую смену «Веселая зебра», которая посвящена изучению правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Мне тут очень понравилось. Мы участвовали в разных мероприятиях, готовились к вечерним мероприятиям, участвовали в автоквизе. Мне кажется, в следующем году приеду на 2-3 смены. Мне тут очень понравилось. Одним из заключительных событий смены стал визит сотрудников госавтоинспекции в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». В преддверии начала учебного года они напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделили рассказу о средствах индивидуальной мобильности. Акция «Безопасность детства» направлена на профилактику детского травматизма и предотвращению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Рассказывал понятным языком для детей, что в первую очередь нельзя делать, на что стоит обратить внимание, ну и вообще, как себя правильно вести на проезжей части, на улицах нашего города, чтобы ни в коем случае дети не попали в дороже транспортные происшествия. Так как мы живем в большом мегаполисе, самое главное – это соблюдать безопасность и правила дорожного движения. Безопасность же превыше всего правильно, поэтому в первую очередь безопасность. Профильную смену уже в седьмой раз организовали сотрудники Центра дополнительного образования «Искра». На базе Центра располагаются лаборатория ПДД и автогородок, где на протяжении всего учебного года проходят образовательные мероприятия для ребят. Полина Чулякова, Григорий Пляшаков, События. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самарской области открылась горячая линия для обращений граждан. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону, указанному на экране. Все обращения будут зафиксированы и не останутся без ответа. Россияне рассказали, как предпочли бы сообщить начальству об увольнении. Порядка 83% опрошенных считают, что об этом необходимо говорить с начальством лично. Около 6% отметили, что легче рассказать по телефону, а 5% – через специалиста по подбору персонала. Через электронную почту предпочитают сообщать только 2% респондентов. Что касается времени уведомления о своем увольнении, 46% опрошенных считают, что лучше всего сообщить за 2 недели до ухода. Специалист рассказал, какую еду опасно разогревать в микроволновке. Это касается продуктов, содержащих большое количество воды. Например, томаты, виноград или куриная печень. Из-за резкого повышения температуры увеличивается давление и объем внутри продукта. Нарушается целостность оболочки и происходит взрыв. То же самое происходит с едой и с толстой оболочкой – сосиски, сардельки, помидоры, яблоки. В данном случае нужно нарушить целостность пленки или кожуры. Врач-диетолог рассказал, кому стоит с осторожностью есть яблоки. Нежелательно употреблять их тем, у кого есть аллергия на пыльцу, так как плоды яблони могут усилить проявление полиноза. Также этот фрукт не стоит есть в большом количестве людям с ожирением, метаболическим синдромом и диабетикам. Яблоки могут вызывать вздутие и могут сильно повышать аппетит. Допускается употребление двух-трех плодов в день. Лучше в запеченном виде. Дом окнами в поле. Свой юбилейный 30-й сезон Самарский художественный театр открыл премьерой по пьесе Александра Вампилова. Почему была выбрана именно эта пьеса, расскажут наши корреспонденты. Пьесу «Дом окнами в поле» Александр Вампилов написал в 1963 году. Молодой учитель три года проработал в сельской школе. Наступила пора уезжать. И тут обнаруживается, что все эти годы он влюблен в местную жительницу. Постановка открыла новый юбилейный 30-й театральный сезон. По словам руководителей театра, таким образом они решили признаться зрителю в любви. Это спектакль о любви. Настолько о любви. Там просто любовь окутывает весь зал и все в ней купаются. Поэтому мы решили начать 30-й сезон с огромной любви. Среди зрителей и Юлия Воробьева. В мае она переехала жить в Самару из Нижнего Новгорода. Заядлая театралка Юлия успела побывать в театре драмы и в оперном. А вот в художественном театре оказалась впервые. Я очень рада. Я очень люблю ходить в театр. Это был спектакль, богатый на эмоции. Была современная постановка. Несмотря на время написания пьесы, нам казалось, что это происходит прямо сейчас. Самарский художественный театр готов радовать зрителей не только собственными постановками, но и привозными спектаклями. В конце сентября зрители смогут увидеть спектакли волгоградского коллектива. Ксения Баканова, Августина Охременко, Николай Сидоров. События. 200 танцоров из разных уголков страны. На площадке Струковского парка прошел первый всероссийский художественный конкурс-фестиваль продвижения, организованный 12-й школой. Наша съемочная группа побывала на гала-концерте. Максим Уваров занимается народными танцами с 6 лет. Приехал на фестиваль из Подольска, чтобы вместе с коллективом представить свой номер. Делится. До этого принимал участие в фестивалях неоднократно, занимал первые места и получал гран-при. Надеется, что и в этот раз сможет одержать победу. Танцы – это самое прекрасное направление. Оно совмещает и искусство, и спорт. Очень полезно для тела и для духа. Настроены только на победу. Фестиваль прекрасный, нам все очень понравилось. Есть много сильных коллективов. Всероссийский фестиваль продвижения собрал около 200 участников из разных городов. За победу боролись 20 коллективов по 7 направлениям. 17 из них представили свои номера на гала-концерте. Очень много городов, и это отрадно, потому что эта ярмарка у нас проходит вот именно конкретно в таком всероссийском формате впервые, а именно в формате Самарского городского фестиваля. Она проходит уже с 2015 года, и мы отдельно с студиями собирались и сами все это делали. Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы на 10 площадках, где желающие могли освоить различные танцевальные техники и увидеть показательные выступления профессиональных танцоров. Это очень интересно. Мы с коллегами сегодня тоже все поучаствовали на всех площадках, попробовали разные стили, начиная от парных танцев и современных танцев. Не все, конечно, получается, потому что еще нет опыта, но я думаю, все придет. Самарская танцевальная ярмарка продвижения была организована на средство гранта, полученного 12-й школой от президентского фонда культурных инициатив. Это позволило провести фестиваль на всероссийском уровне, расширив его возможности. В Самаре было такое, что 15 лет назад очень легко вошли в нашу жизнь социальные танцы, открылись много школ, было какое-то затишье. Конечно же, коронавирус создал определенные условия, при которых мы меньше танцевали или танцевали сольно, дома. И благодаря тому, что мы можем потанцевать в парке, больше пообщаться, как социальные, так и конкурсные программы позволяют людям общаться не только с помощью речи, но и с помощью языков жеста, например, в виде танца. Победителям фестиваля вручили награды и денежный приз. Андрей Бессонов, Августина Охременко, Константин Головин. События. Рыбалка без границ. Под таким названием прошли 17-е соревнования по спортивной ловле поплавочной удочкой для людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Самаре. За призовые места боролись 9 команд. У кого был самый крупный улов, расскажет Елизавета Прокопенкова. Ловись рыбка большая и крупная. В Самаре прошли соревнования «Рыбалка без границ». Участие приняли 72 человека, которые разделились на 9 команд. Среди любителей рыбалки были люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны труда и боевых действий, а также пенсионеры. Самому старшему рыбаку Виктору Бараному 85 лет. На «Рыбалку без границ» он приезжает пятый раз. Тут новых друзей, знакомиться. Ну и какой-то опыт, потому что у каждого рыбака какие-то секреты есть. «Рыбалку без границ» проводит городской департамент опеки и попечительства. Организовывают питание и транспортировку до места проведения. Это действительно доступное мероприятие для любого жителя нашего города, как для инвалида. У нас даже иногда участвуют колясочники в нашем мероприятии. Не все, конечно, здесь у нас профессиональные рыбаки, но все к этому стремятся. В 6 утра команды закидывают свои удочки, а через 5 часов взвешивают улов. Побеждать те, у кого он больше. «Рыбалка без границ» проводится 17 лет. За это время у участников сложились свои традиции. Например, после рыбалки все собираются за одним столом и едят уху. В этом году первое место заняла команда Рафаила Насырова. В этих соревнованиях он участвует впервые. «Рыбалка – это отдых, это хобби мое, одно из моих хобби. И профессиональный подход просто ко всему. Интересуюсь рыбалкой, лазю в интернет, читаю книги, общаюсь в сайте с рыбаками. Ну, пробую, экспериментирую, как бы двигаюсь вперед. Поэтому успех в этом и заключается. Ну, плюс везение, конечно, и хорошая команда, которая меня поддерживает». Кроме трех абсолютных команд победителей, наградили и трех участников в номинациях «Самый большой улов», «Самый удачливый рыболов» и «Самая крупная рыба». Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, «События». Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. С начала года в регионе отремонтировали 380 многоквартирных домов, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Специалисты обновляют фасады, крыши, фундаменты, лифты и инженерные системы. Работы завершены и комиссионно приняты на сумму порядка 1 миллиард 200 миллионов рублей. Что именно нуждается в ремонте, определяют жильцы домов. Также во многих МКД завершаются работы по капитальному ремонту и подрядные организации готовятся к сдаче своих объектов, а жителей ждет приемка работ. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведется по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. На Чернореченской продолжается комплексное благоустройство в рамках программы формирования комфортной городской среды, сообщает администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале. Во время обновления дорожного покрытия уложен не только новый асфальт, но и расширена проезжая часть. Благодаря дополнительной полосе пробки на перекрестке с улицей Владимирской значительно сократятся. На первом этапе работ были заменены системы водоснабжения, теплосети и газовые линии. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok